Сезон нападения клещей начинается в апреле и заканчивается в октябре. Наиболее активны они в начале лета. Опасны распространением через укус клещевого энцефалита, острого инфекционного вирусного заболевания, которое поражает центральную нервную систему. Последствия заболеваний могут быть разными, от полного выздоровления до серьезных нарушений, приводящих к инвалидности и смерти. Часть случаев энцефалита переходит в тяжелую неврологическую форму, которая сопровождается стойкими осложнениями, включая психиатрические, возможный смертельный исход. Поэтому к этой болезни надо относиться со всем вниманием. Легче всего клещевым энцефалитам заразиться в лесу. Иногда клещ может попасть в дом с дробами, цветами, одеждой человека, который находился в лесу или на шерсти животных. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 39 градусов, тошнотой и рвотой. Зараженного человека беспокоят боли в мышцах, часто в области шеи, плеч, спины и конечностей. На лице и туловище могут появляться покраснения из-за расширения сосудов. В организм человека вирус клещевого энцефалита попадает в первые минуты укуса клеща. Первично вирус размножается и накапливается в клетках иммунной системы. И лишь потом он поступает в другие органы, в печень, селезенку, далее в нервную систему. Они залезают к нам на одежду, ищут на коже более тонкое место, поэтому чаще клещей можно найти не просто где-то там на руках, а они залезают, например, под штанины в паху, там могут быть, потом в голову, в волосы тоже залезают, за ушами очень часто бывает. Поэтому вот эти места посмотреть. Предотвратить заражение клещевым вирусным энцефалитом можно благодаря мерам защиты и профилактики. В лес стоит ходить в специальной одежде, которая полностью закрывает тело и не допускает заползания клещей. Рубашку заправить в брюки, а брюки в носки и сапоги. Голову и шею лучше закрыть. Также для защиты используют спреи от клещей. После нахождения на природе в период активности клещей необходимо тщательно осматривать одежду и тело. Помимо этого существуют профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита. Но что делать, если вы все-таки обнаружили клеща на своем теле? Если бы сами навыков не иметь, то обратиться в медицинское учреждение. Там, кстати, они могут анализы этого клеща взять на предмет, допустим, горелиоза, который он переносит. Однако стоит отметить, что процент заражения клещевым энцефалитом в Татарстане мал. Для того, чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать самые простые меры защиты. Арина Мухаммед, Шнаддалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.